итак дорогие друзья все всем привет всем привет мы продолжаем сегодня у нас 103 урок уже 103 урок кто в эфире кто в эфире давайте кто первый пришел в виртуальный бэтмедраж для того чтобы изучать притчи царя соломона мишли кто первый пришел так всем привет значит у нас яков шатанин наш главный тони кауфман все привет всем значит сейчас мы изучаем 14 главу и очень интересные сегодня отрывки прям вообще идут вы знаете каждая глава хотя он вроде бы как идет в разброс но как бы тема есть вот это глубина и такая психология очень много здесь говорится о двух качествах есть хитрые люди простые люди наивные люди вот алекс поделка шалом михаил музыковский всем всем привет всем шалом я в тиве эти начал вовремя сейчас все отлично и так значит смотрите в сейчас у нас давайте мы начинаем прямо начинаем урок начинаем урок в отрывок звучит так значит на холуб то им и вэлэд варумим ягтиру да значит у нас следует написано птаим кто такие тип то им птаим это наивные переводится слово птаим наивные и вот эти вот наивные люди они значит верят всему то есть у них такой ум простой да что ему что скажешь он этому верит вот я знаю таких людей достаточное количество они добрые хорошие людей не считай пожалуйста стопа очень дорожит она что-то коробка почему-то какая-то неустойчивая конструкция вот так и сделаю да так устойчивее будет значит наивные люди они они всему доверяют ему вот он видит мир односложно и однозначно то есть как 2d знаете есть бывает такая панорама бывает 2d плоская картинка бывает 3d а некоторые видят 4d 5d там и так далее с разных сторон это сейчас звучит шафар участка раз я в синагонии провожу закончилась молитва и звучит шафар это сейчас звучит шафар участка раз я в синагонии провожу это сейчас месяц илуль и каждое утро трубят специальный такой урок барани шафар называется дату ребят чтобы пробудиться пробудиться к раскаяния чтобы именно после молитвы шахарита хорошо значит еще раз наивные люди они видят мир односложно и есть наивный способ ума а есть хитрый это два качества которые они не то есть здесь речь не идет о добре и зле и так далее это просто свойством а кто-то видит видит ситуацию вглубь хитрый человек да он почему хитрый он видит ситуацию вглубь он видит на несколько шагов и он предполагает что вторая сторона тоже хитрая и вторая сторона может его обмануть поэтому хитрый человек он когда ему нужно проложить путь от точки а в точку б он выбирает самый короткий путь когда кто-то ему что-то говорит он он как бы предполагает что вторая сторона может ошибаться говорить что-то не то и он все проверяет наивный человек он верит всему теперь нам сказал шлома мыла царь салмона нам сказал так что на хала на хала то есть наследство то им вот этих вот наивных и велод и велод это греш то есть это способ мышления грешника номер два грешник номер два это тот который сомневается в самой торе в вере в бога и так далее он во всем этом сомневается и наивно если он слушает такого грешника он ему верит слушает он грешника ксиля который грешник номер один который грешит потому что у него есть вожделение он не может справиться со своими вожделениями он за этим идет грешником хороший человек ему попался наивный за ним пойдет и так далее то есть теперь он как бы все наследует он все принимает одним куском и большинство народа именно такие поэтому все вот эти вот средства пропаганды телевидения и так далее то есть большинство народа ему что скажешь что они и делают они такие наивные да то им теперь арумим вот эти хитрые они и котру как это так как корона да то есть у них будет корона у них есть большое преимущество перед этими наивными и они унаследуют дат вот это вот корона на них будет да да это восприятие мира так как оно есть то есть вот хитрый человек он смотрит телевизор смотрит на этого диктора и и он понимает что это диктор он врет все от первого до последнего слова что когда рассказывает про новости это никакие не новости он читает с листика то что ему написали а написали ему то что было выгодно руководству канала руководство канала то что выгодно хозяевам канала хозяева канала получили задание от правительства там от власти и хитрый человек он это все видит насквозь наивный человек он верит понятно да идея хорошо теперь как в жизни нам это использовать в жизни нам это использовать нужно быть хитрее то есть нужно вырабатывать у себя вот это вот восприятие хитрость чтобы видеть хитрость других есть прекрасная книга называется психология влияния был такой человек роберт чалдини он и есть он психолог профессор социологии не психолог социолог и он говорит мне надоело что меня по жизни манипулировали все женщины там какие-то продавцы любым не могли все что угодно отпихнуть в общем он говорит мне так надоело что мной манипулировали что я разобрался как работает психика человека как работает манипуляция для того чтобы людям показать как ими манипулируют и освободить их от манипуляции и он написал книгу психология влияния так эту книгу изучают только манипуляторы только продавцы маркетологи политики и так далее они изучают эту книгу чтобы еще стать более профессионалами манипуляции а люди остальные как остались наивными так они наивными и живут так они наивными и умрут куда их поведут туда и пойдет кстати интересно что какое-то имеет отношение к роша шана очень прямое в роша шана в первый день судят есть такое мнение два дня длится роша шана первый день судят людей которые реально выбирают что делать таких людей очень мало они идут впереди такие лидеры которые выбирают вот они придумывают свои пути да был путь например один там все евреи верили по один ну как бы по одной шли схеме потом пришел большим то и он придумал новую схему да и я обосновал такое создал новое движение хасидим потом его ученики каждый чуть-чуть видоизменил создал свою какую-то схему а потом хасиды законсервировались и то есть было два поколения новаторов и остальные все за ними за как закрепились вот как они сказали эти новаторы так они за ними и пошли и во второй день судят уже вот этих вот тех за кого ты заказать затем ты пошел то есть первый день судя тех которые выбирают куда идти во второй день судят остальных затем ты пошел из тех которые выбирали куда идти Понятная идея. Хорошо, теперь в итоге нам следующий отрывок, нам царь Соломон дает опять, выводит такой более большой ракурс, и он нам говорит, смотрите, парни, говорит, что в итоге вы должны знать одно, что шаху раим лефней тувим, то есть в итоге он говорит, что склонятся, да, шаху это склонятся злодеи перед хорошими. То есть злодеи могут преуспевать в краткосрочной перспективе, они могут вырвать какую-то победу в споре, да, возьмем, например, простая ситуация, да, написано, кстати, интересно, что, впервые вот мы изучали такую мишну, что не, это правда для судей говорится, но мы все в какой-то момент становимся судьями, да, и для судей говорится так, что не делай себя адвокатом, если ты судья, то ты как бы должен быть, ну, если ты уже судья, так ты судья, а не делай себя адвокатом, когда будут два человека судящихся стоять перед тобой, чтобы были они в твоих глазах, чтобы были они в твоих глазах, как злодеи, да, раз они уже ругаются между собой, значит, они оба, у них есть, есть у них, у обоих есть вот это зло, то есть, когда они будут ругаться между собой, пусть будут в твоих глазах оба, как злодеи, а когда они уже уходят от тебя, да, то есть, они пришли в суд, пусть будут в твоих глазах, как праведите, да, как удостоившиеся, если, если примут на себя закон Торы, то есть, если две стороны ругаются, у них, у обоих есть проблема, у обоих есть сложность, теперь, если они приходят, и они хотят узнать, а что по правильному мы оба должны сделать, идут они там к раввину, в раввинский суд, то есть, идут они к незаинтересованной третьей стороне, которая их судит по закону Торы, судья говорит, надо делать так, они говорят, отлично, принимаем на себя все, в этот момент они перестают быть злодеями, если они приняли на себя закон Торы, если не приняли, значит, они продолжают быть злодеями, в итоге мы должны все знать, что преклонятся злодеи перед добрыми, и будут они стоять перед воротами цадика, праведника, то есть, в долгосрочной перспективе, насколько это долгосрочная перспектива, вот это большой вопрос, то есть, в принципе, есть две разных таких позиции по отношению к тому, где награда за Тору, с одной стороны, говорится, что в этом мире награды за Тору нет, но с другой стороны, говорится, что, когда мы, когда мы Шмай-Сраэль читаем утром и вечером, говорится, что если ты будешь выполнять все заповеди, будет у тебя и хлеб, и вино, и оливковое масло, и будет даже сено, трава будет на лугах для скота твоего, да, и все у тебя будет хорошо, мы говорим утром в утренних благословениях, что вот заповеди, за которые человек награду получает в мире грядущем, но плоды, именно временные, да, то, что уже и в этом мире получают, то есть, получается, что вроде бы прямым текстом написано, что есть награда в этом мире, но основная награда, она в мире грядущем, значит, мы тоже так и будем подходить к вопросу, поэтому написано, что, если написано, что злодеи склонятся перед праведниками, значит, склонятся уже в этом мире, и если написано, что будут стоять злодеи перед воротами праведника, значит, мы должны верить, что в этом мире, опять же, уже будет воздаяние всем злодеям и воздаяние всем праведникам тоже будет в этом мире, кстати, интересно, что, вот, я уже приводил этот пример, когда фашисты, они организовывали свою фашистскую вот эту Германию, то они назвали ее тысячелетний рейх, то есть, они были уверены, что они на тысячу лет, они пришли, и они сейчас прямо захватят весь мир, они захватили там Польшу за пять недель, вся Европа перед ними боятся, все вообще, нету против них никого, 12 лет от прихода фашистов к власти до 45-го года, и все, и сейчас стерлась о них память, вообще их не осталось, то есть, вот эта группа преступников, которые, с одной стороны, были экстремисты, они сумели захватить власть, и чуть ли не захватили полмира, и сколько они зла сделали, уничтожили миллионы людей, представьте, одна маленькая группа людей, которые были экстремистами и повели за собой толпу стада наивных, сумели этих всех наивных, которые пошли за ними, превратить в машину убийц, которые убили за войну, там, десятки миллионов людей, хотели захватить весь мир, и потом, когда убрали вот эту вот голову, да, гнилую этих там нацистов, это группа, которые захватили власть, все, сейчас все немцы, как же мы могли, как же мы могли, как же мы могли, и реально они не понимают, как они могли, то есть, они как раз вот эти вот, ну, которые им сказали так, идут туда, сказали так, идут туда, как большинство людей. Теперь дальше, значит, двадцатый отрывок, двадцатый отрывок нас переводит в психологию, обычную нашу такую стандартную психологию, и говорит нам такую интересную вещь, сообщает нам Шлома Мэлах, значит, «Гамли рэгу исне раш», что даже ближнему своему ненавистен бедный, прямо вот так написано, прямым текстом, что даже ближнему своему ненавистен бедный, и много есть любящих богатого, много любящих богатого, так написано. Теперь, что нам здесь открывается, какой интересный закон? Значит, когда человек, у него не хватает, кто такой бедный? По Торе, бедный и богатый, это не объективные какие-то категории, это субъективная категория, которая определяется, бедный человек и богатый человек определяется только внутренним осознанием человека. То есть, Тора нам говорит, пертья, вот, что ми ашир, а самэх бэхлко, что ашир – это человек, который рад своему уделу, богатый – это человек, который рад своему уделу, бедный – это тот, которому не хватает. Теперь, когда человеку не хватает, он ненавидит даже своих ближних, каких ближних, таких же, как он, потому что у него не хватает, у них не хватает, и они для него конкуренты. То есть, получается, что в любой среде, где людям не хватает, у них начинается конкуренция и ненависть друг к другу, потому что если мне не хватает и ему не хватает, так мы боремся за один и тот же кусок хлеба, пирога, я не знаю, чего еще. Хотя, казалось бы, это же ближний, он похож на меня, мы должны быть в хороших отношениях. Нет, говорит нам Тора, что когда человек находится в состоянии, ему не хватает, он ненавидит даже своего ближнего. Теперь в Оавей Ашир Рабим. А кто такой Ашир? Ашир это тот, у которого есть избыток. Тот, которому ничего не надо, у него есть то, что ему надо, и у него еще есть и лишнее. И если этот человек как бы объективно, есть субъективно богатый, есть объективно богатый, да, объективно богатый, то есть у него есть много, и поэтому все бедные, они стараются к нему приблизиться, те, у кого не хватает, чтобы от него подпитаться. Это может быть избыток энергии, это может быть избыток денег, это может быть избыток хорошего настроения. То есть, когда человек, он рад своему делу, и у него есть избыток, то он как магнит, который притягивает к себе вот этих вот бедных приятелей, это есть известный анекдот, когда Василий купил себе виллу в Испании, на берегу моря, купил он виллу в Испании, и когда он ее купил, он только в этот момент узнал, как много у него любящих родственников, близких родственников, дальних родственников, друзей, которые хотели к нему приехать в гости. Вот в этот момент он как раз и узнал, что сколько у него друзей, которые хотят его навестить. Да, до этого он не знал, сколько у него друзей. То есть, когда у него появился избыток площади на берегу моря, большая вилла, тогда сразу же оказалось, что у него очень много приятелей, друзей, знакомых, которые его очень любят. Да, значит, ну и так, в принципе, во многие моменты мы можем пронаблюдать, как внутри включается тяга к людям, у которых есть избыток чего-то. Теперь сказал нам Шлома Мэллах, это было только начало, если бы отдельно здесь прочитать это, не было бы понятно, что с этим делать. Но он нам сообщает в 21 отрывке, что бас лереу хате, что человек, который пренебрегает, презирает и плохо относится к своему ближнему, он грешник. А тот, кто милосерден к бедным, он ашраф, то есть, это его счастье, то есть, это счастье, что он, значит, милосерден к бедным. Что это значит? Значит, здесь есть интересная такая вещь, что Бог же, как мы знаем, да, та мера, которую человек меряет, другим, меряет ему с небом. То есть, если человек создает ненависть по отношению к ближнему, да, то есть, он вот этот бедный, он ненавидит этого ближнего, он все, тогда на небе он включает в себе эту же мера за меру, да, то есть, как человек меряет, так меряет ему с неба. Теперь, если же он милосерден к бедным без причины, да, а, вот тут еще интересная вещь, то есть, когда он любит богатого, то он его любит, у него есть причина. Он хочет от него получить, а бедного он ненавидит без причины, и получается такая вещь, вот смотрите, вот человек находится в состоянии получения от Бога разных благ, здоровья, удачи, успеха и всего остального. Значит, если человек, он производит в мир беспричинное добро, беспричинное, то есть, он не дашь на дашь, тогда он производит такую же энергию по отношению к себе с неба. То есть, на него смотрят не дашь на дашь, не смотрят его так педантично, стоит ему дать или нет. Он этому улыбнулся, тому улыбнулся, бедному вообще, ему же ничего от бедного не надо, да, он ему молодец, там, как-то его похвалил и так далее. На небе на него смотрят точно той же мерой. Другой человек, он такой педант, он всех судит. Вот, этот нарушил, этот нарушил, этот неправильно сказал, этот не то сделал, этот не так стал, этот не то, все в жизни несправедливо, мне не додали. И он производит вот эту вот энергию, все, и на небе как раз он включает вот такую вот энергию по отношению к себе, такой суд. Еще раз, еще раз, прямо написано прямым текстом, и я вам советую, и сам себе советую. Производите больше беспричинного добра, производите больше беспричинной любви, производите больше беспричинной доброты, хотя бы вот просто, простая вещь. Говорят про Робан Йохана на Бензакая, что не было человека, который успевал ему первый сказать здрасте. Он сам первый со всеми здоровался. То есть он не был такой высокомерный, хотя он был глава мудрецов в то время Израиля. Но не было человека на рынке, то есть простые люди, который успевал бы ему сказать первый здрасте. Он всем здравствуйте, добрый день, здравствуйте, добрый день, ну и так далее. Теперь это то, что вот я понял из сегодняшних трех отрывков. И значит я всем желаю прекрасного, прекрасного дня. Значит мы поняли такую вещь, что первое, нельзя быть простаком и доверять кому не попало. То есть нужно все проверять, всех проверять. Как проверять? Нужно проверять в первую очередь, так как мы уже живем в парадигме, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло. Нужно проверять человека, который выдает какую-то информацию, например, на предмет он относится к миру добра или миру зла. Это по Торе все очень понятно. Просто главные позитивные там есть заповеди, что можно делать, что нельзя делать, или он добрый, или недобрый. И не доверять, не доверять тем людям, которые несут негатив. Им нельзя доверять их словам, чтобы не попасть в ловушку вот этих вот наивных, да. Второе. Второе, что желательно стать богатым, но при этом не доверять тем, которые к вам тянутся просто так. То есть это нужно понимать, что это как бы, это следствие, прямое следствие. Если у вас есть избыток чего-то, добра, денег, хорошего настроения, то к вам сразу тянутся люди. При этом не надо обольщаться, что это тянутся к вам, они тянутся просто к избытку. Это, опять же, нужно быть во всем хитрым. Хитрым это имеется в виду все проверять, не быть однослойным. И третье, что мы изучили, что нужно при этом, при этом, тот, кто презирает своего ближнего и пренебрегает им, он грешник. И очень важно, вот это проверяется, как ты относишься к тем людям, от которых тебе ничего не нужно. И та мера, которую ты меряешь именно тем людям, вот беспричинно ты, или ты им беспричинно делаешь зло, или ты им беспричинно делаешь добро, точно такой же мерой тебя будут судить на небе. А так как мы сейчас находимся, месяц Илуль, мы находимся перед как раз определением, какая матрица, какой суд, какие события будут с нами в следующем году. Я вам желаю от всего сердца, чтобы у вас было все хорошо, чтобы вы были здоровы, богаты, здоровы, богаты, счастливы. Чтобы вы служили Богу, и Бог вас любил, и вы любили Бога, и чтобы от всего сердца Он вам дал хороший, прекрасный год, а вы дали любого и счастья людям вокруг вас, своим близким, своим далеким, с тем людям, которые вокруг вас, чтобы они смотрели и думали, какой хороший, добрый человек, что вот он просто делает добро просто так. А на небе, чтобы вам тоже делали добро просто так. Все, удачи, успехов, прекрасного дня. Очень, очень, если вы пишете три своих вывода от урока, это очень помогает вам, нам и всем. То есть изучение Торы, это не просто послушал, это послушал, сделал выводы и начал делать. Потому что тот, кто учит для того, чтобы делать, тому с неба помогают учить, обучать, запомнить и делать. Все, удачи, поэтому напишите три вывода и сделайте что-то, что вот вы для себя поняли после этого занятия. Все, удачи, до завтра. Пока.